New Balance 530 уже пару лет является самой популярной моделью американского бренда. Кажется, у 530-х появился конкурент, New Balance 9060. Для тех, кто следит за сникер-индустрией, это уже не самый свежий релиз, но для обывателей это ультра-хайп-новинка. Навороченные, приподнятые, аляпистые, ретро-футуристичные. Еще чуть-чуть, и они взлетят и начнут стрелять лазерами. Еще я видел их в топе самых комфортных кроссовок от Элли Утопейджа. Но они реально комфортнее, чем в Omero 5 и Warped Runner. И вообще, кому стоит их покупать? Сегодня выясним в самом всеобъемлющем обзоре по самым важным критериям. Я даже сравнил оригинал с подделкой и нашел очень много отличий. Смотрите это видео на канале ChinaFarytale. Там, кстати, можно выиграть пару таких кроссовок, так что переходите по ссылке в описании или подсказке. Но только после того, как досмотрите это видео. Само собой разумеется. Начнем с истории создания этой пары. В New Balance внезапно хорошо залетела модель 327 и 57 на 40, которые заигрывали с классикой, но были нарочито современными. Так что дизайнеры Uweo из Маслочусетса и Джеймс Ли из Tokyo Design Studio было поручено создать что-то похожее. Скрестить классическую модель 990-х с беговыми кроссовками из нулевых. Команда начала работать над дизайном в конце 2019 года. То есть основная часть рабочего процесса пришлась на разгар пандемии. Над этой парой работали 2,5 года. Чтобы прогреть аудиторию и нагнать хайпа перед релизом, в мае 2022 года вышла коллаборация с Joe Fresh Goods. А стандартные 9060 появились в продаже в середине июля 2022 года в расцветке Mindful Gray по цене 150 долларов. С тех пор кроссовки стали большим хитом, получили массу самых разных расцветок и полюбились людям. Кстати, эту пару мне предоставил крупнейший посредник по Poison и другим китайским площадкам China Fairytale. Вы можете сделать заказ через их обновленный бот. Любые кроссовки, любую одежду из Китая. Привезут быстро и по адекватной цене. Подпишись на их телеграм-канал, чтобы следить за новинками в индустрии. Кстати, у меня есть промокод на бесплатную доставку по России. Модный август. Пользуйся на здоровье. Переходим к обзору и начинаем с внешнего вида. Я, наверное, единственный человек на свете, кому не нравится, как они выглядят. Я уже говорил об этом в своем легендарном гайде по самым крутым моделям New Balance, но сейчас я могу рассказать о них подробно. Я даже специально поставил их посередине квартиры на две недели, чтобы привыкнуть и проникнуться, но что-то не получилось. В целом силуэт выглядит прикольно. Ну, типа большие кроссовки на каких-то ракетных соплах, сзади выпирает подошва, еще и бампер какой-то торчит. Но если начать рассматривать эти кроссовки прямо детально, то появляются вопросы. Зачем тут столько панелей? Почему они все такой странной формы? Вот эта панель начинается на середине буквы N и криво-косо переходит в другую абстрактную букву N. При этом она накладывается на другую панель, которая также проходит на другую сторону. Твою мать, блядь! И пару раз ее пересекает кусок фейковой кожи, которую мы ранее видели в передней части. Я смотрю на это все, и у меня только один вопрос. Че здесь происходит? Че здесь происходит? Вуа писал верх 90-60 словом «драматичный». Я бы сказал «хаотичный». Это мои сны с температурой 40. Учитывая, что их разрабатывали в ковид, это может быть недалеко от истины. Логотип N с одной стороны рефлективный, а с другой стилизован под неон. Да, это ретро-футуристичный дизайн. То, как представляли будущее 80-х. Так что на язычке 90-60 можно найти ретро-шрифты, а на стельке есть треугольник. Потому что какие 80-ые без треугольника? Подошва тут как бы состоит из двух частей. Здесь как бы мид-сол и шесть колонн, которые возвышают вас над этим миром. Выглядят они реально как сопла космического корабля. Передняя часть, кстати, довольно спокойная. А вот в середине начинается... Мама. Обилие линий, текстур, волн. Призвано добавить кроссовкам движения, даже когда они просто стоят. Огромный бампер сзади позаимствован у модели 990. Его увеличили и сделали прозрачным, чтобы он добавлял объем, но визуально оставался легким. Когда я пристально смотрю на эти кроссовки, у меня начинается паническая атака. Но я как человек, который занимается дизайном, должен отметить, что это вообще-то очень круто. Эти кроссовки триггерят нервную систему. И несмотря на то, что я бы ни за что себе такое не купил, я всегда оцениваю вещи объективно. Так что за внешность ставлю 7 из 10. Напишите в комментариях, что вы думаете о дизайне 9060. Согласны со мной или нет? Из технологий тут неплохая двойная подошва обзор и SBS. Ну и все, 4 из 10. Материалы очень добротные. Хорошая замша с глубокими цветами и хорошая сетка. Приятный кожзам 7 из 10. Качество сборки 7 из 10. Кое-где торчит клей, кое-где грубы края обработаны, но в целом крепко и добротно. Легкость и комфорт. Один кроссовок весит полкило, что тяжелее в R-PED RUNNER и тем более тяжелее в AMERO 5. Они реально ощущаются тяжелыми, но это в размере 46,5 евро. Подошвы супер, кроссовки мягкие, но устойчивые. Продуваются они очень слабо. Так что если брать на осень-весну, то 7 из 10. На лето не надо. Фактор крутости. С момента, когда я рассказывал о них в гайде почти год назад, они стали намного популярнее. Их чаще узнают. А цены на ресейле значительно выше ритейла. Да, почти 500 евро за эту пару. Даже жалко их резать. Но на что только не пойдешь ради зрителей. Так что обязательно посмотрите сравнение оригинала и подделки на канале China for Retail. Все это добавляет им дополнительный балл крутости. 8 из 10. И наконец цена. Кроссовки New Balance 9060 стоят 150 долларов. И за такую обувь это очень хорошая цена. 10 из 10. Что можно сказать в итоге? Ну, классные кроссы. Мне не нравится, но если вы девушка, подросток, если бы вы хотели быть выше, или у вас кризис среднего возраста, то это просто идеальная модель. Смотрите топ самых стильных кроссовок на данный момент. И очевидно на 2 года вперед. Ну и не забудьте заглянуть на канал China for Retail. Всем пока.